Всем в очередной раз привет, с вами в очередной раз Бэринг, окей бюджетная версия Брулёва. Ну и собственно такой поток разговорных роликов всё ещё продолжается, потому что рука всё ещё в гипсе, и это дело может затянуться ещё так недельки на 3-4, потому что у меня небольшие осложнения возникли, и своеобразная реабилитация займёт чуть больше времени. Плюс ко всему там ещё конец учебного семестра, все эти вот неприятные дела, и в общем, да, хочу Новый год. Новый, 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 Новый год, все мечты исполнит. Ну и собственно в этом ролике я хотел бы поделиться с вами некоторыми интернет-источниками, скажем так, то есть пабликами ВКонтакте, некоторыми сайтами, на которых есть интересная и полезная информация, связанная с сампом, GTA-шкой и всем этим делом. Это по большей мере довольно известные ресурсы, но всё-таки я думаю, что не каждый про них знает, и поэтому какая-никакая, но полезность у этого ролика будет, так что не буду особо затягивать, и давайте уже, пожалуй, начну. Для начала я пройдусь по пабликам ВКонтакте, я их, по сути, разделяю на несколько групп. Первое – это паблики с модами, второе – это информационные издания, третье – это паблики со скриншотами, и четвёртое – это паблики, о котором я уже упомянул отдельно. В общем-то, первое, как я уже сказал, это паблики с модами, и их довольно-таки много на просторах социальной сети, но всё же среди этого большого количества я для себя выделил те, где появляются лично для меня наиболее приятные модификации. Первое – это, наверное, наиболее популярное сообщество с модами под названием SunkMods, и здесь есть, по сути, всё – от каких-то заменок скинов до замены текстуры рюкзака, и, в общем-то, отличительной особенностью всего этого дела является то, что здесь всё полностью в LQ-качестве, в отличие от всяких там гейммоддингов и GTA Vice City, то есть всё максимально соответствует своеобразной атмосфере Сан-Андреаса, и заменки смотрятся довольно приятно. Также тут есть ещё довольно красивое меню с поиском модификаций, где всё поделено на такие основные разделы, чтобы вам было легче найти то, что нужно. И, кстати говоря, когда я себе собирал сборку, то большую часть скинов и автомобилей, я как раз-таки брал отсюда. Другие паблики с модификациями, на которые я подписан, это EastMods, Crux Incorporated и Capital Crew Customs. И если первые два особо от SunkMods ничем не отличаются, то вот последний, Capital Crew Customs, является авторским пабликом одного довольно классного моделлера, который делает разные автомобили, и получается, они у него реально все довольно-таки годные. И даже если, опять же, говорить о моей сборке, то практически все машины, которые он создавал, я себе в сборку добавил. Так что, да, парень делает реально годно, и мне хотелось бы, чтобы о нём узнало как можно больше людей из Sump Community. Вторая группа пабликов, которыми я хотел бы с вами поделиться, это информационные издания по Sump, и они все находятся на плюс-минус одном уровне по подписчикам. И, соответственно, тематика у них тоже, по сути, идентичная. Это LifeSump, такой себе старичок, Sump World и Rockstar Bombit. Я думаю, нет особого смысла рассказывать, чем же занимаются эти паблики, потому что, исходя из того, что это информационные издания, уже можно предположить, что они публикуют новости по Sump. Я, в принципе, скажу только, какое издание, с моей точки зрения, лучше и почему. Если делать какой-то своеобразный топ, то на третье место я с уверенностью поставил бы LifeSump, хоть у этого паблика и больше подписчиков, чем у двух остальных, но в плане частоты выхода новостей он им явно проигрывает. И, в общем-то, видно, что пабликом уже занимаются без особого энтузиазма, но, так или иначе, интересная информация там иногда появляется. Но и два оставшиеся журнала, Sump World и Rockstar Bombit, я, скорее всего, назову равноправными, потому что в плане новостей, что там, что там, их довольно-таки много. И, в общем-то, с моей точки зрения, оба паблика идут, скажем так, на говногу. Разве что для меня оформление у Rockstar смотрится поприятнее. И в этой группе информационных самбовских изданий я также хотел бы выделить еще одну своеобразную подкатегорию, которая занимается чисто новостями из самбовского ютуба. Это два паблика – Sump YouTube и Твой ютубер. И, по сути, это все те же новостные паблики, только новости по большей мере направлены именно на самбовских ютуберов и все, что с ними связано. Так что, вместо того, чтобы подписываться на каждого ютубера по отдельности, можно вступить в эти два паблика и спокойно за всем наблюдать. Третья группа пабликов – это сообщества со скриншотами, и их тоже всего два. Это галерея GTA и минимализм все в той же GTA-шке. Опять же, как-то что-то более подробно рассказывать касаемо этих сообществ я особого смысла не вижу, потому что все вроде бы и так понятно, исходя из их названий. И могу сказать только, что и там, и там скриншоты довольно красивые, и периодически я их использую в своих превьюшках. Ну и четвертый, тот самый паблик, о котором я упомяну отдельно, носит название «Блэклист влогеров». То есть, это своеобразный черный список самбовских ютуберов. И сюда постятся абсолютно все спорные ситуации, когда там какой-то ютубер либо не сделал рекламу, либо сделал ее не вовремя, и все такое. И, в общем-то, лично для меня, это довольно интересная информация касаемо того, кто там кого кинул. И, исходя из всего этого, уже можно делать какие-то выводы касаемо некоторых людей. Так что паблик является таким борцом за справедливость, скажем так, и я думаю, что знать о нем, в принципе, стоит. Ну и также в этом ролике, как я уже говорил, я еще упомяну несколько сайтов, на которых тоже можно поискать интересные модификации, заменки и все в таком духе. Первый сайт – это «Бластхак». Я думаю, в принципе, что если вы смотрели всякие обзоры плагинов скриптов от меня, то вы с этим сайтом и так знакомы. «Бластхак» представляет из себя довольно большой русскоязычный форум, где собрались реально крутые разработчики, и там регулярно появляются всякие интересные модификации, так что можете заходить, смотреть, устанавливать и наслаждаться игровым процессом. Ну и остальные три сайта между собой довольно-таки похожи – это GTA Forums, Liberty City и GTA Insight. Они представляют из себя вполне масштабные форумы, где можно найти просто все, что тебе нужно. И помимо Сан-Андреаса, там также уделяется внимание всем остальным сериям игры. В общем, эти сайты являются своеобразным кладезем интересной информации, и позалипать некоторое время там, я думаю, можно. Но у меня, в принципе, на этом все. Все, что я хотел, я вам уже рассказал. Ну и опять же, извиняюсь, что ролики выходят так редко, но тут уже чисто физически нет возможности их часто делать. Так что спасибо за просмотр, с вами был Беринг, и до выпуска новых видеороликов.